Количество облаков, а затем форму облаков и нижнюю границу. Как это сделать? В данном случае у нас этот кружочек полностью зачернён, да? Это означает, что облачность 10 баллов или 8 октантов. Если бы было зачернено, соответственно, половина, значит 5 баллов, 3 четверти, где-то 7-8 баллов. То есть, понимаете, небосвод принять за эту сферу 8 октантов или 10 баллов и потом частями. Обратите внимание, что где-то зачернены полностью, где-то есть частично. Вот так, кстати, если бы было нарисовано, то так, как правило, 8 баллов очерчивается. То есть серединка, вот как полоска прозрачная, свободная, от края, вот так, это 8 баллов примерно. Но не суть. Вам важно понять смысл, что небо закрыто полностью облаками, да? А тут есть еще зажигованный кусочек, полоска за собой, и вокруг него еще окружность. Да, бывают такие случаи. Это я, когда вы проведете, расскажу, я вам обращу на это внимание. Значит, смотрите, мы будем рассматривать вот конкретный случай. Можете себе его тоже перерисовать и описать, где что находится. А вот тип облачности, это не обязательно, что ли? Смотрите дальше. Значит, 10 баллов облачности. Смотрите, как вы под кружочком наносится облачность нижнего яруса. Попутно, опять же, все-таки у нас времени мало, это, говорю, вообще рассчитано бы на 30-40 часов, то есть 5-6 дней занятий, и тогда вы будете асами вообще просто. Будем бежать бегом и рассматривать попутно. Смотрите, облачность, ну, много, как говорится, облаков на небе, разных, красивых, и мы это все видим, это разнообразие. Вам важно научиться отличать облачность трех ярусов. Облачность нижнего яруса для вас самую важную. Должны вы помнить, что есть облачность среднего яруса и облачность верхнего яруса. Облачность верхнего яруса – это та облачность, нижняя граница, которая начинается на высоте 6 км и выше. Вот это облачность верхнего яруса. Там могут быть перистые, цирусы, могут быть перистокучевые и могут быть перистокуслоистые. Дальше, средний ярус, облачность, начинается с высоты 2 км и выше, то есть это их нижняя граница начинается с высоты 2 км и выше. Там две формы основные – высококучевые и высокослоистые – альтокулюс, альтокстратус. Вот это все. А что касается облачности нижнего яруса, то здесь 5 основных форм мы должны запомнить. Первый, это самые низкие, слоистые облака. Слоистые облака, они, значит, характерны для дыримых туманов, для устойчивой воздушной массы, где нет вот этого вертикального перемешивания, и может висеть вот эта облачность, которая дает морость. Знаете, такие осадки тоже. Нижняя граница слоистых облаков совпадает иногда с туманом и практически ложится на землю. То есть нижнюю границу можно считать от 30 метров до 120, а выше уже будут другие облака. Дальше, слоистые кучевые облака. Это достаточно неразвитые по высоте слоистые кучевые облака летом, они практически не дают осадков. Зимой из них может идти снег, причем снег таким мелкими снежинками, если слоистые кучевые покрывают полностью небо, то при соответствующих температурных условиях облачность, вернее, дает это слоистые кучевые облака, дает достаточно сильный, такой мелкий снег. Неприятно часто такое бывает. Дальше облака. Слоистые дождевые. Эти облака, как правило, связаны с теплым воздушным мостем и фронтом. Из них идут облажные дожди, часто несколько часов подряд, может быть, ухудшаться видимость до значений. И слоистые дождевые облака еще при сильных осадках, часто, вот бывает, самолеты идут на взлет или на посадку, на высотах от 4,5 до 1,5 километров часто наблюдается электризация в слоистых кучевых облаках. Такие вещи могут быть. Это вот три формы облаков. И далее облака, которые еще отдельно в нижнем ярусе еще подразделяются на облака вертикального развития. Это кучевые, знаете, такие белые симпатичные облака, они называются еще кучевые облака, облака хорошей погоды. Они, как правило, ничего такого злого нам не предвещают, но они развиваются уже в неустойчивой воздушной массе. Когда при определенных условиях, особенно летом, когда идет активный прогрев, и при достаточном количестве влаги в приземном слое, то из этих кучевых вырастают кучевые дождевые облака. Вот кучевые дождевые облака, они самые опасные для авиации. Вход в них запрещен, и большой, и малая авиация, это вы знаете, да? Потому что каждая кучева дождевого облака характерна тем, что приближение его к какому-то конкретному аэродрому, к какой-то конкретной точке, всегда сопровождается резким усилением ветра. А вот это слово резкое усиление или изменение характеристик ветра по горизонтали или по вертикали называется сдвигом ветра. Сдвиг ветра это опасность для авиации, вы знаете, да? Вот. И, конечно, сдвиг ветра спрогнозировать очень сложно. Одно время, вот когда это понятие сдвиг ветра начали изучать, начали развивать, появилась такая тенденция, но она недолго существовала. Строить мачты высотой 60 метров на аэродромах, но это, опять же, дополнительные препятствия, и они как-то не прижили. И что касается сдвигов ветра, то сейчас, в настоящее время, используют лишь донесения с бортов воздушных судов. Идет на посадку борт, он обязательно сообщает диспетчеру о наличии двига ветра. Диспетчер тут же передает наблюдателю, и наблюдатель включает в сводку погоды сообщение о двиге ветра. Мы должны знать, что вот в этом вметаре, если пойдут вот такие буквы две подряд, это тоже уже в конце телеграммы, после основного, WS, это будет означать сведения о двиге ветра, то есть двиг ветра в данный момент на этом аэродроме. WS. И за границей WS, и у нас WS используются, да? То есть они там делают промышленности, и идет в конце? Да, в конце, да, уже и давление пройдет, и там пойдет уже ремарка, РМК, ремарка, и в ремарке там все, что угодно может быть, вплоть до того, что вот WS. Вот, значит, это вот мы в основе сетов. То есть вы понимаете, что... И должны заходить. В внешнем ярусе у нас три вида, вернее, пять видов облащей. Слоистые, слоистые, кучевые, слоистые дождевые, кучевые, кучевые, кучевые дождевые. Все. И поэтому нам важно научиться читать вот эти значки, которые под кружочком. Это облачь из нижнего яруса. Средний и верхний ярус наносится вверху. Нам это неинтересно с вами, правда? Нам важно знать вот это. В данном случае вот такая разорванная черточка, это разорвано слоистые облака. Вот. Если бы она была вот сплошная, это бы была слоистая облачность. Слоистая облачность. Если бы, допустим, вот такая была нарисована штучка, это означало бы кучевое, кучевые облака. Вот это слоистые, разорвано слоистые, это кучевые. А если бы вот кучевое добавлено вот такое бы штучка, это кучево-дождевое облако. Счетышка? Да, кучево-дождевое. Если бы... Что там еще у нас может быть? А, если бы вот такая штучка была, это слоисто-кучевое облако. Ну и вот это вот основные характерные такие, которые могут встречаться. Вот это запишите, и это вполне достаточно. Теперь смотрите. Под формой облачности число обозначает нижнюю границу облачности. В данном случае 0,6. Вот теперь вот вы должны записать, как это все читается. Если вы видите под облачностью две цифры, то здесь очень легко понять, сколько метров нижняя граница. Так же, как и в металле. Умножьте на 30. Получится 180 метров. Слоистое. Видите? 108 метров. И если две цифры, то означает, что высота измерена инструментально. Но бывают такие случаи, когда высота оценится визуально. И на карте вы можете найти станции, где стоят не две, а одна цифра. И вот как читать одну цифру, я вас научу. Там может быть 0, 1, 2, 3, 4, ну, то есть до 9. Как запомнить? Я начинала очень просто запоминать. Это в сотнях метров будет. Но если двойка, то это как бы первая цифра на единицу меньше. Но если бы это было так легко, то есть 5 это 600, 600 это 1000, далее через 500 метров. Что касается до 4, это, видите, на единицу меньше сотни. Если 4, то, видите, 300 метров. Единичка это 50 метров, и 0 это меньше 50 метров. Запомнили? Если две цифры, умножайте на 30 смело, получайте метра. Если одним числом обозначен, то раскодировка вот такая. Что не видно, спросите, я вам скажу. Что вам не видно? Там блик от доски. Блик от доски. Восьмерку девятку. Там, значит, после шестерки, это 1000, идет каждая цифра прибавления по 500 метров. То есть, семерка – 1500, восьмерка – 2000, девятка – 2500. То есть, если одна цифра, то это, значит, указано на основе наблюдения, на основе наблюдения человеком, да? Да, визуальность наблюдения. То есть, вот такие вещи. А это инструментальный замер, потому что даже на маленьких аэродромах, как правило, стоят эти вот измерители высоты облаков, так называемые ИВО, стоит на пункте наблюдений, посылается специальный световой сигнал, отражается от облаков, возвращается и преобразователь показывает на шкале уже количество метров. Таким вот образом измеряются облака на аэродромах. Значит, смотрим дальше. То, что касается облаков, мы с вами здесь поняли, что 10 баллов разорвано слоистой на высоте 180 метров. Это мы прочитали. Дальше. Сюда смотрим. Слева, в верхней части, от кружочка, наносится температура с десятыми долями градуса. Если бы была отрицательная температура, стоял бы минус значок. Значок стоял бы. Поскольку с десятыми долями, то надо понимать, что последняя крайняя цифра это десятые доли. 12,2 градуса. Это температура воздуха на данной станции в данный момент времени. 12,2. Смотрим в лазани в нижнюю часть, тоже по диагонали. Это точка росы. 11,4 тоже с десятыми долями. Точка росы. Температура и точка росы. Дальше вот идет интересная вещь. Слева, между вот этими двумя температурами, воздухом и точкой росы, стоит значок дымки, это дымка, и рядом стоит значение видимости в километрах. Просто между цифрами ставится запятая, и получаем километры. Да, в данном случае 5. Да, дымка, видимость 5 километров. Но здесь есть тоже определенная тонкость. В чем она заключается? Значит, если нанесены две цифры до девятого десятка, то элементарно между цифрами ставится запятая и получаем километры. Было бы 12, мы бы читали как один километр 200 метров, то есть 1,2 километра. Вот, если бы стояло, к примеру, ну, такого не будет, это другого уже нет, 0,8, то это понятно 800 метров. Да? Вот. Цифры от 51 до 55 не используются, а вот то, что касается после 55, вы начинаете с 56, 50 вычитается. Просто вычитается. Запишите себе это, пожалуйста. Мне кажется, что сложно, на самом деле элементарно. То есть цифры до 50, включая 50, между цифрами ставите запятую и получаете в километрах. Да, если ему, как говорится, ну, от 51 до 55 не используются, ну, и не пишите на себе этого, потому что не встретите. После 56, 50 вычитается и получает в километрах. В данном случае с 56, значит, 6 километров. 57, значит, 7 километров. 62, значит, 12 километров. Поняли? Не поняли? Понятно. Да понятно. Да понятно, конечно. И еще есть. Но тут тоже есть одна тонкость. Вот. Но поскольку вы такие люди старающиеся все понять, и я вам пропадаю. Вот здесь еще хитрый девятый десяток. Вот есть такой девятый десяток, так называемый. Это в километрах. Вот, девятый десяток, хитрый тоже. Запоминать можно элементарно. 96 это 4 километра, 97, 10, 98, 20. А потом был бывающий. 95, 3, 94, 2, 93 тысяча, 92, 500 метров, 200 метров. Вот так вот. То есть такие вещи тоже могут быть в видимости вот здесь стоять. Девятый десяток. А? Это какие-то казаки-разбойники. Народ никогда нечего. Девятый десяток, да? Я так понимаю, сезончики специально придумали, чтобы враги не догадались. Да. А вы бы почитали американские коды, там вообще... У них же тоже есть враги. В смысле? А в смысле? Извините, а что еще американские коды? А разве это все не по ИКАУ? Вот это вот все. ИКАУ? Ну, это для стран США и Канады там еще не было. Своё ИКАУ у них, да? Да, они в грязь и есть. То есть писать, допустим, 0,2 нельзя, да? Вот метод 50, чтобы была... 200 метров, если бы? Иногда встречаются. Да, иногда встречаются. Но что, как мы будем писать, 200 метров? Да, 200 метров. Но редко, понимаете? И мы будем писать 91 метров. Да. Чаще всего мы встретили 9-10. Иногда бывает такое, но очень редко. То есть по каким причинам они наносят не 9-10, но таким образом, не затрудняйся, но бывает очень-очень часто. Это редко, вернее. Значит, с видимостью мы разобрались. На других станциях такой тоже порядок. Температура, точки расцены, видимость, явления. Дальше очень важно, характеристически идет давление на этой станции. Как читать? Тоже запишите, потому что это не так. Значит, давление вверх и вверх, и вверх это кружочек. Читается, значит, так, нанесено тремя цифрами с десятыми долями в милибарах или в гектопаскалях. Милибар численно равен в гектопаскалях. Значит, последняя цифра, это понятно, десятые доли этого милибара. А вот как прочитать давление? А здесь тоже пишите правило такое про чтение давления на карте предземной. Если первая обозначенная цифра пять и менее, в данном случае ноль, то мысленно впереди ставим десять и читаем. Тысячу семь и одна десятая милибара. Тысячу семь и одна десятая милибара. Вот, записали то, что... Значит, если первая цифра пять и меньше, то мы мысленно впереди ставим десять и читаем. Тысячу семь и одна десятая милибара. Давайте для примера глянем куда-нибудь еще рядом, с гектопом. Вот, смотрите, мы станем прочитать тысячу семь и одна десятая милибара, а там где брянская буква К заканчивается, там написано тысячу семь и пять десятых милибара. Верно? Да. Вот, теперь смотрите, может быть цифра доибольше пяти. Так вот, если цифра больше пяти, то мы мысленно ставим девять впереди и читаем. Например, смотрим Новгород и чуть выше глазами смотрим. Написано девять, девять, пять. Это означает давление девятьсот девяносто девять и пятьдесятых милибара. Девятьсот девяносто девять и пятьдесятых милибара. Мы не ставим просто девять. Да, девять просто. Мысленно ставим девять и читаем, но тоже крайнюю цифру отделяем как десятой доли. Девятьсот девять с половиной. Да, пятьдесятых милибара. Теперь, под значением давления наносится баринческая тенденция. Что это значит? Это изменение давления за последние 3 часа. То есть вот в данный момент в 12 часов сделано наблюдение, давление 1007,1. А 3 часа до этого наблюдения давление, видите, было ниже на 0,8 милибара, с 10-ми долями. Для чего это нужно? По барической тенденции мы можем судить о развитии или затухании какого-либо процесса. Если в циклоне, в данном случае у нас циклон приведет, обрисок, давление, в барической тенденции, видите, рост идет, плюс не ставится. Если бы падало давление, стоял бы знак минус. И вот чем сильнее падение давления, значит, тем острее будет фронт, тем будет сложнее метеоусловие, циклон будет углубляться. А в данном случае у нас рост, давление начало немного расти, значит, на этой станции можно ожидать улучшений. То есть, когда давление начало расти, было на 0,8, а стало на 0,7. Нет, это тенденция, это изменение за 0,8, а 0,8. Да, оно было 3 часа назад на 0,8 меньше. А почему, откуда информация, что меньше? А видите, растет и знака нет. А если бы падало, то минус бы встает. То есть, показывает, как давление себя ведет за последние вот эти 3 часа. На каждой станции есть эта двореческая тенденция, и она очень помогает оценить синаптическую обстановку. Это 8 миллиардов? 0,8. 0,8. Да, 0,10 медалями 0,8. А если с минусом встает? Значит, падает. Минус, значит, было бы на 0,8. А палочка-то что? Слышь означает, что? Она просто подрастает еще характер, что просто растет. Так это же знака можно понять, растет или дублирует, по сути, получается. Ну, понимаете, объясняю. Эти вот знака тоже их много. Вот может быть вот так. Сначала чуть росло, потом начало падать. Или, наоборот, немножко падал за эти 3 часа. 3 часа до 5 дней до 3. Понятно. А потом немножко упал, иначе выраяло. Ну, понимаешь, в таком... Помимо вот этих самых... В таком случае оно не нужно. Приборов, которые называются барометрами для измерения давления. Там еще существуют самофисцы, которые регистрируют непрерывное изменение давления на станции. На специальной бумаге наносится непрерывный ход этого давления. И поэтому наблюдатель делает еще вот такие наблюдения и наносит тоже на карту. Вот, дальше смотрим. Вот это. Ага. 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 Ага.